Так у нас может появиться, например, сиреневый Дарт Вейдер, либо же серебряный Дарт Вейдер, которого, например, девушки сочетают с каким-нибудь свадебным платьем. А еще красный, зеленый, классический черный и белый со стразами или перьями. В этом году на волне выхода седьмой части «Звездных войн» главный герой космической киноэпопеи стал чуть ли не самым популярным образом новогодних вечеринок. А чтобы на одном мероприятии не встретились одинаковые Дарты Вейдеры или джедаи, в студиях маскарадных костюмов подготовили разные аксессуары. Гордость костюмерной этого года – платье принцессы Падмы Сенатора. И специфический головной убор, который крепится к гульке, так я на себе сейчас смогу только там прикинуть, если нужно, ну и вот таким вот образом, собственно говоря, как было в фильме. Девочки хотят быть такими же прекрасными, как «Королева Падмы», слава богу, там в фильме больше 30 костюмов, поэтому есть из чего выбрать. И даже на одной вечеринке девочки могут быть вроде бы одним и тем же персонажем, но в совершенно разных образах. Мальчики тоже хотят быть либо там Дартом Вейдером, либо каким-нибудь доблестным джедаем. Вот, и при этом сохраняются какие-то традиции прошлых лет, например, не перестает быть актуальной Алиса в стране чудес, как добрая, так и ее злая версия. Не теряют популярности вечеринки в стиле чикагской мафии и корпоративы а-ля детский утренник, говорит Анастасия. В среднем тематический костюм в этом году обойдется в 250 гривен за сутки. То, что попроще, можно взять на прокаты за 50, но за возможность пощеголять в особо замысловатых уборах из дорогих тканей придется выложить и до тысячи. А вот тем, кто хочет завоевать расположение символа следующего года огненной обезьяны, астрологи советуют входить в 2016-й в нарядах смелых огненных цветов. Конечно, это яркие наряды, это красные оттенки, красного оттенки, розового всевозможного, золотой цвет приветствуется, серебро. Яркость, наряди, какие-то из украшений, это обязательно натуральные. Это камни, возможно, какой-то металл, золото по желанию, но обязательно натуральность приветствуется. В свою очередь, фэшн-эксперты рекомендуют не пронебрегать нежными цветами, ведь девиз этой зимы как раз пастельные оттенки – лаванды, мяты, пудры. Тем же, кто решил задобрить зверюшку и остановился на красном, советуют использовать цвет на полную и не бояться перестараться. Ведь это один из самых излюбленных модой цветов. Испортить он может разве что девушку с очень бледной кожей и насыщенными рыжими волосами, отмечает дизайнер Константин Пономарев. На сегодняшний день, в общем-то, мода такова, что она скорее вам посоветует использовать цвет на всю катушку. То есть, будет уместным, скажем так, и, ну, предположим, да, платье, и туфли, и клач, и шляпа, и пальто, и шарф, и даже спутник в едином цвете. Это действительно красиво, действительно стильно, ну, проще говоря, все то, что в 18 веке было, просто катастрофически. К подбору аксессуаров дизайнер все же советует подходить осторожно. Красный цвет коварный, и можно впасть в нежелательные ассоциации с флагами разных государств. Но в целом, крупные и блестящие детали – вечная новогодняя классика. Как правило, красный очень красиво смотрится и с золотом, и с серебром. Вы знаете, западный мир далеко не дурак, и обратите внимание на парадное облачение кардиналов. Это красная сутана и золотой, либо серебряный крест, и это очень красиво. Очень здорово смотрится кружево, особенно белое кружево. Имейте в виду, что сочетание красного и черного – это всегда траурный лафет, поэтому, наверное, и не стоит. При подборе наряда Константин советует руководствоваться принципом – один цвет доминирует, другой дополняет. И фирменный совет от дизайнера на этот год – маленькое черное платье дополнить брошью, маленьким черным квадратом. Алена Сорока, Павел Велицкий, Владимир Борох, агентство телевидения новости.